Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости Николаевской области, точнее подведем итоги прошедшего третьего квартала 2022 года. Поговорим о рынке жилой недвижимости в разрезе, наверное, четырех областных центров или городов областного значения. Это Первомайск, это Очаков, это Вознесенск, ну и, конечно же, город Николаев и город Южный Украинск. Переходим на просмотр информации, которую я вам подготовил. Будем разбираться с тем, что происходит на рынке. Недвижимости Украины, в данном случае Николаевской области, с помощью геоинформационной системы, которую нам любезно предоставляет компания Olymp News. Для того, чтобы зайти на информационные ресурсы компании, необходимо вот здесь в адресной строке набрать map.olimp.net.ua. Перед вами интерактивная карта, я ее так для простоты буду набирать. В правом углу выбираем область. Сегодня, как вы помните, мы говорим о Николаевской области. Ну и карта на несколько зумов приближается к нам именно Николаевская область. Давайте будем рассуждать и рассматривать, что происходило с Николаевской областью. Подумайте, только период исследования. У нас второй квартал 2022 года, это июнь месяц, и сентябрь 2022 года, то есть больше одного года такой период исследования. Помечаем курсором, видим Николаевскую область, население, довоенное, естественно, площадь, которую занимает Николаевская область и средняя стоимость квадратного метра 251 доллар. Мы говорим о социальном жилье. Это класс жилья, самый крупный, который эксплуатируется на территории Украины. Порядка 90% этого жилья осталось после развала Советского Союза. Естественно, через призму этого класса мы пытаемся понять или разобраться в процессах, которые наблюдаем с помощью информационной системы олимп-ньюс. Итак, Николаевская область. Карта можно пододвигать вот так зумом. Видите, я ее приближаю. Немного можно отодвинуть. И давайте посмотрим, что происходило в динамике. В динамике мы видим, что весь 2021 год, начиная с июня месяца, мы наблюдали просто неадекватный рост стоимости квадратного метра. В июне у нас 235 долларов за квадратный метр. Напомню, это в целом по Николаевской области. И в декабре 243. И смотрите, в марте 257. То есть стоимость квадратного метра росла буквально до начала войны. Но здесь у нас поквартальные исследования. Видим, что март месяц еще показал 257 долларов за квадратный метр. И вот с начала войны, точнее с марта месяца, мы видим, что вот эта восходящая гистограмма, которая показывает тенденцию длиною больше года, стала менять свое направление, стала нисходящая. И стоимость квадратного метра в целом по области уже в сентябре 2022 года 251 доллар. Ну и эти тенденции мы будем наблюдать, естественно, до конца года. Осталось всего немножко. Это октябрь, ноябрь, в декабре. То есть в среднем по полтора, наверное, два процента мы будем видеть снижение стоимости в целом по области. Итак, друзья, закрываем информацию о Николаевской области. И, как я уже вам говорил, будем разбираться в разрезе административных крупных областных центров. Здесь плюсиком, зумом, придвигаем карту. Перед вами такое лоскутное одеяло. Можем двигать эту карту в другом направлении. Видим разные цвета, ценовые полигоны еще так называемые. Стоимость квадратного метра в правом углу здесь видите по цветам. То есть каждому цвету есть своя стоимость. Здесь мы видим также серые пятнышко. Но серые пятнышко, если вы посмотрите, это СМТ, поселок городского типа. Естественно, поселок городского типа в лучшем случае несколько многоэтажек есть. Это в лучшем случае. Поэтому практически рынка того класса социального жилья не наблюдается. Это в основном частный сектор именно. Поэтому мы, так сказать, не рассматриваем поселки городского типа. Итак, первый город, который мы будем с вами рассматривать, это город Очаков. Город Очаков, да, город моей молодости. Даже какое-то время там жил. Итак, мы видим, что город, ну, во-первых, мы можем посмотреть по Очаковскому району. Еще раз покажу. Это население довоенное, площадь. И средняя стоимость квадратного метра социального жилья 357 долларов за квадратный метр. Также можем посмотреть, что происходило в динамике. Ну, динамика, мы видим, она, в общем-то, весь 2021 год. Это тренд с 337 долларов за квадратный метр. Это и месяц. Видим рост по март месяц. Это 363 доллара. И с начала войны видим уже снижение стоимости квадратного метра. Как я уже говорил, ну, во-первых, в сентябре это уже 357 долларов за квадратный метр. Я думаю, что где-то по 2% мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра до конца года. То есть оставшиеся три неполных месяца. Переходим к другому, к другому городу областному. Давайте подберем карту. Это город Южно-Украинск. Вот так мы его возьмем. Увеличим. Видите, пятнышко такое. Это Южно-Украинск. Южно-Украинск, ну, во-первых, вы можете посмотреть, вот здесь население довоенное в городе. И средняя стоимость квадратного метра. Видим 392 доллара за квадратный метр. В динамике Южно-Украинск показал нам, видим весь 2021 год с июня месяца 370 долларов. Рост стоимости квадратного метра до 398 марта месяца 2022 года. И с началом войны мы видим также снижение стоимости квадратного метра до 392 долларов за квадратный метр. Ну, напомню вам, что город Южно-Украинск отличается от Очакова тем, что там было в поздний период Советского Союза, буквально перед развалом Советского Союза. Кстати, я в Южно-Украинске тоже какое-то время, так сказать, жил город энергетиков. И там достаточно, ну, в общем-то, хороший был построен жилой фонд. Это небольшой, в общем-то, город. И видим, что стоимость квадратного метра выше, чем в Очаковой. И если говорить до конца года, мы увидим также снижение стоимости квадратного метра где-то в районе полтора-два процента. Следующим городом, который мы будем рассматривать, это, наверное, у нас, давайте Вознесенск возьмем, да? Вот Вознесенский район, это мы сейчас говорим о городах областного значения, друзья. Видим население в Вознесенском районе, довоенное. Также площадь видим, которую занимает Вознесенский район. И 315 долларов за квадратный метр. Это в городе Вознесенский. Видим стоимость квадратного метра. Можем также посмотреть в динамике, что происходило. Ну, картинка, в общем-то, она в Николаевской области одинаковая. Тренд 2021 года – это рост стоимости квадратного метра, галлопирующий по 2, по 3 процента, по 4 даже иногда было. Видим, что с июня 295 долларов, в марте 2022 уже 321. И с началом войны видим незначительное снижение стоимости квадратного метра. Это уже тенденции, которые, ну, за полгода, которые мы будем наблюдать до конца года. Еще раз повторюсь, ну, Вознесенск более-менее тихо. Я думаю, что в районе 1 процента будет снижение стоимости квадратного метра. Ну, и давайте, наверное, еще посмотрим один город. Это, так, Вознесенск мы посмотрели. Наверное, Первомайск посмотрим, да? Первомайск. Вот много Первомайсков. В данном случае это у нас, естественно, Николаевская область. Видим Первомайский район, население довоенное, площадь и средняя стоимость квадратного метра. Видим 312 долларов за квадратный метр. Класс социальное жилье. В динамике мы видим ту же самую картинку. С июня месяца 2021 года 295 долларов. Рост стоимости буквально по несколько процентов в месяц до марта 2022 года. Видим 318 долларов. И с начала войны, или точнее в марте месяца, мы уже фиксируем с марта снижение стоимости квадратного метра. В сентябре 312. И, естественно, как я уже говорил, до конца года вот эта линия тренда будет в нисходящем. Мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра в районе 1% в месяц. И весь следующий год, 2023, эти тенденции будут сохраняться. Итак, друзья, очень кратко на примере четырех крупных областных городов или городов областного значения я показал вам, какие процессы мы наблюдали за период больше одного года. То есть такой огромный период времени геоинформационная система позволяет нам отслеживать огромные массивы данных за почти 20 минут я с вами общаюсь. И столько много вам рассказал о рынке недвижимости. Ну и давайте поговорим о Николаеве. Видим Николаев, это отдельно. Средняя стоимость квадратного метра 557 долларов, это класс социальное жилье. Также видим довоенное население в городе и площадь, которую занимает город Николаев. В целом по городу Николаеву мы видим, друзья, что видим с июня месяца 2021 года 499 долларов. Рост весь 2021 год прошел под значительным ростом стоимости. То есть линия тренда вот вверх такая восходящая. В марте месяце 577 долларов за квадратный метр. И уже с марта месяца видим, как началась снижаться стоимость квадратного метра. И вот эта линия тренда будет у нас показывать снижение до конца года, естественно. В среднем, наверное, это по полтора все-таки будет 2%, так как в Николаеве неспокойно. Это самый неспокойный город в Николаевской области. И весь следующий год мы тоже будем видеть снижение стоимости квадратного метра. А теперь давайте посмотрим более подробно, что происходило в самом городе. Не в целом по городу, как мы разобрались, а приближая карту на несколько зумов. То есть еще раз повторяю, все можно двигать вправо-влево, приближать, ближе, удалять. И вот уже смотрим в разрезе четырех административных районов, что происходило в городе Николаеве с рынком жилой недвижимости и социальное жилье. Корабельный район 529 долларов, отмечаем. Заводской район 559 долларов за квадратный метр. Видим самый большой центральный район 575 долларов за квадратный метр. Ну и Ингульский район 565 долларов за квадратный метр. То есть мы видим, в общем-то, выше 600 долларов нет стоимости. Незначительно, но все-таки район отличается друг от друга. Также можем посмотреть в динамике, что происходило. Видим, что в Корабельном районе весь 2021 год наблюдался рост стоимости квадратного метра. Ну и, как я говорил, с марта месяца 2022 года видим снижение стоимости квадратного метра. И можем зафиксировать в сентябре 2022 года 529 долларов за квадратный метр. То есть снижение стоимости, которое будем наблюдать до конца года. Заводской район. Та же самая динамика. 2021 год под знаком ростом. Линия тренда вверх идет. И с марта месяца видим снижение стоимости квадратного метра до 559. Это в сентябре 2022 года. Следующий район. Центральный район. Та же самая динамика. Те же самые тенденции. 2021 год рост стоимости квадратного метра. И с марта месяца 2022 года видим снижение стоимости квадратного метра до 575 долларов за квадратный метр. Ну и последний административный район. Это Ингульский район. видим, что 2021 год рост стоимости квадратного метра. В марте 599, 588 долларов. Это март 2022 года. И с начала войны видим снижение стоимости квадратного метра. В сентябре уже 565 долларов за квадратный метр. Итак, друзья, также очень подробно, я считаю, мы разобрались, что происходило с городом Николаевым. В целом, если вы увидели и заметили, также в разрезе административных районов. Закрываю показ слайдов и традиционно подведем итоги. Ну, краткосрочный прогноз до конца 2022 года. Осталось, собственно говоря, 3 месяца неполных. Мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра в целом по Николаевской области. Это будет порядка полтора процента в месяц. То есть, несложно посчитать, что в декабре мы увидим где-то минус 4,5-5 процентов стоимости, ну, если будем сравнивать с сентябрем месяцем, естественно. Что будет происходить, что происходит с первичным рынком? Первичный рынок, друзья, в самой тяжелой ситуации. Инвесторы находятся, как я называю, в состоянии ни денег, ни квартир. И неизвестно, и компании-застройщики неизвестно останутся, они останутся как субъект хозяйственной деятельности на первичном рынке. То есть, никто ничего не знает. Ну, понятно, да? Естественно, это, в общем-то, отражается на том, что стоимость, кстати, по службам дает статистики о сданных в эксплуатацию квартирах за первые полгода уже там информация есть. В общем-то, там на цифрах, вы можете посмотреть, у меня есть записанное видео, где, по сути дела, первичный рынок остановился. Поэтому, ну, выводы несложно сделать. Если говорить о вторичном рынке, рынок недвижимости вторичной тоже пострадал достаточно сильно. Приведу пример уже Министерства юстиции за первые полгода 2022 года. В целом было по Украине транзакции, это договора купли-продажи жилых объектов, сюда входят квартиры и жилые домовладения, там 10800 объектов жилой недвижимости. Для сравнения, только в городе Киеве до войны в один месяц продавалось порядка 3000 объектов жилой недвижимости. В один месяц в городе Киеве, а тут по всей Украине за полгода, за шесть месяцев всего лишь 10 тысяч там с копейками. То есть вторичный рынок тоже, друзья, остановился и, собственно говоря, мы видим стоимость квадратного метра медленно и уверенно снижается. Ну, я уже вам говорил, сколько мы увидим снижения до конца года. Рассказал, друзья, все. Напомню вам, для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости Украины, вам необходимо, что сделать правильно, подписаться на наш канал и на мой канал. Вы также можете обсуждать, можете, так сказать, жестко критиковать меня, только с аргументами, пожалуйста. А еще вы должны помнить, что я, ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины.